Всем привет! Чем проще становится жизнь русского человека, чем она автоматизированней, тем проще выращивать хлеб, скотину и прочую еду. И тем свободнее живет человек. Да и не только русскоговорящий, это применимо ко всем нациям и народам. Но с развитием технологии забываются и уходят прошлые традиции русского человека, которые еще каких-то 150 лет назад были чем-то обыденным. На всем этом сказывается технологический процесс. Люди становятся умнее и уже в тех традициях видят что-то несуразное. Так какие же забытые русские традиции уже давно не соблюдаются? И первая традиция называется «Деток родить, не веток ломить» или «Как рожали в старину». Родильные дома в России появились только в 18 веке, но они предназначались для бедняков или для тех, кто собирается своих детей отдать. До революции детей старались рожать дома, а еще лучше в бане, в тепле, подальше от чужих глаз. Следуя приметам, чтобы облегчить роды, роженицы расплетали косы, с нее снимали украшения и распоясывали. Все сундуки, шкафы, окна и двери следовало открыть. Помогали роженицам повитухи, то есть женщина, чья роль заключается в том, чтобы помочь ребенку появиться на свет и стать полноправным членом общества. Причем помогали не только во время родов, но и после них. Первые несколько дней они занимались хозяйством в доме. 8 января отмечался праздник Бабьи Каши, в который принято было благодарить повитух, преподносить им подарки. Следующая забытая традиция – это именины. Сейчас праздник дня рождения принято так и называть день рождения. А вот тогда называли именины, а не день рождения. Именно именинами, то есть днем ангела, а не днем рождения, отмечался каждый новый год в жизни человека. При советской власти этот пережиток царского режима был постепенно искоренен. Другим стал и сам характер праздника. Теперь акцент ставился на физическом, а не на духовном рождении. До 17 века утро именинника начиналось с молитвы и причастия. Затем в качестве приглашения на именины родственникам и друзьям приносили испеченные накануне пироги. Тот, кто принес пирог, говорил, именинник приказал кланяться пирогами и просил хлеба кушать. В этот день пирог был главным блюдом праздника. Его разламывали над головой именинника, чтобы на того, как крошки сыпалось золото и серебро. Это вам не свечи задувать. Третья забытая традиция русского человека – это построить дом. Строительство дома было делом не просто сложным и ответственным, но и жизненно важным. Начиналось строительство со знакомства с местом, на котором хозяин собрался возводить свой дом. Для того, чтобы определить, каков гений место, существовало множество примет. К примеру, вечером на землю клали сухую овечью шкуру, а утром ее выжимали. Если шкура оставалась сухой, значит строительство дома принесет хозяину разорение. Хотя странно, если шкура после ночного лежания оставалась сухой, то и в доме, по идее, должно быть сухо. Еще одна традиция – с каравая отрезали ломоть, посыпали его солью и клали туда же, на место будущего дома. Если за ночь хлеб успевал пропасть, то его отдавали собаке и начинали строить дом. Под основание строящегося дома клали несколько монет и дом освещали. Иногда под основание закапывали голову петуха. Следующая забытая всеми традиция – это переезд с домовым. При переезде в новый дом следовало не забывать и о домовом, который верой и правдой жил у вас много лет. Для того, чтобы домовой не остался на старом месте, хозяева забирали с собой старый веник. Также перед переездом складывали в небольшую коробочку старые неострые вещи и выставляли эту коробочку на 10 минут за порог. Тогда домовой благополучно переезжал вместе с хозяевами на новое место. Такая вот забавная традиция была про домового. Забытая русская традиция – кулачные бои. Кулачный бой был не просто дракой ради забавы или удали. Он был одним из способов воспитания воинов. Изначально в нем не существовало правил, он назывался сцепным боем. И в нем каждый был сам за себя, каждый дрался со всеми. Позже кулачный бой превратился в боевое искусство со своими правилами и тактическими приемами. Здесь нельзя было использовать оружие, бить лежачего и драться можно было только кулаками. Существовали три возрастные группы – мальчики, неженатые юноши и взрослые мужчины. Бой велся стенкой на стенку, то есть командами и у каждой команды был свой вожак. Церковь осуждала кулачные бои и их время от времени запрещали. Это начало происходить начиная с 17 века. А после революции их запретили и вовсе. Шестая забытая традиция русского человека – это воспитание воинов. Разумеется, кулачные бои были не единственным инструментом воспитания воинов. С самого малу мальчики играли в царя горы, кучу малу, ледяные горки. В качестве игрушек были у них и деревянные мечи. А малолетние князья чуть ли не с трех лет носили на поясе боевое оружие. Обряд посвящения мальчиков воины свершался, когда ему исполнялось два или три года. Мальчика при этом подстригали и сажали на коня. Чем старше он становился, тем чаще его брали на битву или охоту. И уже в подростковом возрасте эти мальчики нередко брались и за мечи. Ну и седьмая забытая русская традиция – это Рождество и Святки. Рождество называли матерью всех праздников, к нему готовились весь год. В доме делали уборку, наряжали елку. Сочельник ели всего один раз, когда на небе появлялась первая звезда. Сочельник – это канун праздника Рождества Христова или Рождественский сочельник. Причем пища перед Рождеством была постная, а праздник начинался на следующий день. Под скатерть на рождественском столе клали пучок соломы, а под стол клали железный предмет. Считалось, что каждый, кто поставит на него ноги, будет весь год здоровым. Традиционными рождественскими блюдами был гусь, запеченный с яблоками, холодная курица, соленые огурцы, зелень, помидоры, салаты, моченые фрукты и ягоды, пироги и пирожки. Святки продолжались до самого крещения. Люди устраивали застолья, наряжались в страшные обличия. Вымазывались сажей, изображая кузнеца, ходили друг к другу, в гости, колядовали и гадали. Сейчас же из множества традиций не забываются разве что крещение с купаниями, а также устоявшаяся с недавнего времени традиция ужираться алкоголем. На любой праздник. Хотя это больше не традиция, а уже вредная привычка. Не стоит забывать те традиции, которые мы еще помним и соблюдаем. Сходите, например, на крещение, к проруби поддержите традицию. Ведь если вы вырастите, так ни разу и не сходив на крещение к проруби, вам нечего будет передать вашим детям. Тем самым забудется и эта традиция. Таким вот образом и забываются все наши традиции. Ну а на этом все, друзья. Хорошего вам дня, с вами были Интересные Факты. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Ну это давно повелось. Понимаете? Редактор субтитров А.Семкин